Русский Иван Испытание десятков сортов ежегодно позволяет мне подобрать именно те сорта, которые наилучшим образом подходят для моих локальных условий. Я всегда говорю, что каждый год для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы иметь новинки надежные, необходимо покупать много семян. Пусть это будет маленькое количество штучек семян, но сортов должно быть побольше для того, чтобы каждый год испытывать новые сорта и определять новые возможности новых сортов. Ведь, с одной стороны, те сорта, которые, ну скажем, я подбираю для своих условий, обозначаю как наиболее подходящие, а на самом деле не каждый год у меня это получается. Бывают года, когда я вообще ни одного нового сорта не подбираю, мне ничего не нравится. Они подходят для умеренной зоны, для защищенного грунта, для теплиц. Это с одной стороны, поэтому вроде бы их можно было бы рекомендовать для широкого круга наших зрителей и огородников. С другой стороны, сколько теплиц, столько и условий. Несмотря на то, что мы можем регулировать самостоятельно и полив, и температуру, и проветривать, и удобрение, и почвенный режим, и свет, и все остальное, все очень сильно зависит также и от микроусловий. Замульчируете вы толстым слоем мульчи, какой мульчи, или постелите спонбонд. Будете вы заправлять яму, и чем будете заправлять яму? Будете высаживать вы рассаду с заглублением или без заглубления? Будете вы заглублять вертикально или будете вы класть рассаду на бочок? Глинистая у вас почва или легкая? Все это зависит именно от этих условий. И именно под эти условия нужно подбирать адекватные сорта. Поэтому какие-то рекомендации относительно сортов тех или иных всегда должны даваться без отрыва от конкретных условий. В каких условиях эти сорта выращивались и какой получился урожай. Что это была мульча, или это было не мульча, а укрытие, и был какой-то режим кормления и так далее, и так далее. Все это называется сортовой технологией. Поэтому рекомендации каких-либо сортов, вот купите банановые там ноги, или купите еще что-то от какие-то семена, и все это не профессиональные советы. Берегитесь таких советов, избегайте таких советов. Потому что сорт без сортовой технологии не имеет как бы гарантии того, что он действительно будет успешен. Где взять эту сортовую технологию? Конечно, необходимо посещать сайты производителей семян. И если производитель семян этот хороший, настоящий, грамотный, то в этом случае, безусловно, он вам выложит и сортовую технологию. При этом надо помнить, что гибриды первого поколения F1 всегда являются более прихотливыми и предназначены для идеальных условий выращивания, максимально приближенным к идеальным. Если вы не можете назвать условия своей теплицы максимально идеальными, в этом случае, конечно, вам лучше останавливаться на линейных сортах. Линейные сорта, как правило, не имеют, ну, собственно, они не должны иметь обозначения F1. Именно линейные сорта являются такими более пластичными и более надежными. Что это значит? Это значит, что они дадут средний урожай, но гарантированный в этих же не совсем благоприятных условиях гибриды первого поколения F1 дадут урожай гораздо ниже. Но, конечно, если теплица у вас в идеальном состоянии, агротехника в идеальном состоянии, то по сравнению с линейными сортами гибриды первого поколения, конечно же, имеют преимущество. Я испытываю, конечно, линейные сорта с тем, чтобы иметь возможность впоследствии собрать семена, выбрать варианты и дальше что-то размножать, отбирать. Но, конечно, грешу и тем, что иногда покупаю, приобретаю семена первого поколения, ну, просто из любопытства. Ну, а с традиционными сортами и новинками, в том числе гибридного типа сортами различными, вы, конечно, можете знакомиться в журнале «Урожайные сотки». Вот такой вот уже вышел номер за февраль месяц 2019 года. Кому-то он уже пришел, кому-то он спешит и вот-вот придет. Вот тут, так сказать, анонсы нашего блога про цветок YouTube канала. И вот такое вот здесь содержание. Журнал можно поискать в киосках «Союзпечати», можно поискать в книжных магазинах в Беларуси точно. Ну, а самое надежное, конечно же, на него подписаться. Нет, значит, можно еще у распространителей каких-то его поискать, чтобы быть всегда, ну, в курсе самых последних новостей садоводства, огородничества, в том числе и декоративного. Поэтому, конечно, ну, вот надо его почитывать. В нем можно найти всегда очень много интересного. Я желаю вам каждому найти свой сорт томата, перца, любого растения. Любимый сорт розы, любимый сорт сирени, чего угодно. Именно для этого мы все это выращиваем. Именно для радости, для хорошего настроения. Хороших вам выходных. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин